Я руководитель группы компаний Химрар, вот недавно стал еще руководителем кафедры, которую сделали на физтехе. Правда, она не Химрар кафедра, а кафедра биофармкластера Северный. Это такая, скажем, нового типа базовая кафедра, которая объединяет малые и средние инновационные предприятия в области живых систем, которые ходят в фармкластер. Потому что каждое из этих предприятий в отдельности, оно с университетом не может строить отношения как базовая организация, а вот так в таком виде мы надеемся это получится. В этой же идеологии создана кафедра Роснано, которая тоже объединяет организации, поддержанные Роснано. Вот, и мне кажется, это вообще для всех такой новый этап, потому что вот в области софта, вы знаете, есть там кафедры Яндекса, Эбби, я не знаю, есть кафедра. Вот, да, СВ Софт, по-моему, или Параллельс, дело кафедры, да, а вот такие кластерные кафедры, они появляются впервые, и мы надеемся, что за такой формой взаимодействия современного бизнеса, высокотехнологичного и современного университета, будущее. Теперь несколько слов об этом курсе. Курс направлен прежде всего на тех старшекурсников и аспирантов, которые хотят быть технологическими предпринимателями, ну или думают, что этот вид деятельности для них интересен. Это отличается от того, что, с одной стороны, вроде бы это отличается от того, чему учат физтех, там, химия, физика, биология, математика, химия. С другой стороны, на самом деле не очень, потому что физтех, он с самого начала был вузом, который готовил технологических и в советской плановой системе, когда необходимо было очень быстро внедрять какие-то вещи, и в основном, конечно, в военной области. Основное отличие этого курса то, что через некоторое время, кроме лекции, будут проводиться мастер-классы, на которых мы будем стараться приглашать руководителей и собственников различных проектов и высокотехнологичных бизнесов. У нас дальше в конце курса будет проектная сессия выездная, то есть те из вас, кто захотят все-таки заниматься по предпринимательствам технологическим после того, как все это переживут и пройдут соответствующий отбор, у них будет возможность поучаствовать в этой сессии проектной, там на реальных проектах, не на кейсах, а на реальных живых проектах будет идти работа в группах, обычно это три дня с выездом происходит, и дальше после этого люди будут направлены на стажировки в различные высокотехнологичные компании, те, которые будут присоединяться к нашему курсу по мере того, как он будет идти. В прошлом году это были проектные компании, группы компаний Химрар, и один проект был из Агама, фирмы такой, вот, в этом году у нас уже есть предварительная договоренность с Роснано, с РВК, с Физиконом, с, да, ну и в общем достаточно много еще организаций, я сейчас не буду их перечислять, которые вначале будут приходить сюда и рассказывать свои кейсы, потом некоторые из них примут участие в проектной сессии, соответственно, возьмут к себе каких-то стажеров с тем, чтобы потом некоторые из них стали технологическими предпринимателями. Ну, это, наверное, вкратце все, что я хотел сказать. Слово, наверное, Олегу Корзинову. Тогда я слово передаю Олегу Корзинову, он руководитель партнерства биофармкластера Северный.